Резанову удалось показать красоту и неповторимость именно осенней Москвы. Я думаю, фильм можно было бы назвать «Осенний роман». Съемки фильма проводились осенью 1976 года и заняли 63 дня. Съемки фильма. Съемки внутри зданий видами бурлящей пешеходами и автомобилями Москвы, а также ее писяжами. Снег на деревьях с еще зеленой листвой, запечатленный в фильме, выпал в Москве 25 сентября 1976 года. Первоначально в фильме не планировалось подобной сцены, но режиссер решил не упускать этот каприз природы и удлинил фильм на три с половиной минуты. Снимали картину большими эпизодами с трех камер, что было в новинку для советского кинопроизводства. Актеры для этого фильма были подобраны очень быстро, поскольку у Эльдара Рязанова оставались своеобразные резервы после кинопроб в других его картинах. Светлана Немоляева пробовалась на роли Шурочки Азаровой в «Кусарской балладе» и «Наде Шевелевой» в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». В числе претендентов на роли в «Иронии судьбы» были также Олег Василашвили, он был утвержден на роль Ипполита, и Алиса Фрейндлих. Она пробовалась и на главную роль в «Гусарской балладе» и на роль Олевтины в «Зигзаге удачи». Единственной исполнительницей главной роли, взятой со стороны, стала Людмила Иванова. На роль Шуры пробовались также Римма Маркова и Нина Агапова. С «Иронией судьбы» связано также и появление в служебном романе Андрея Миккова и Лии Ахиджаковой. По словам Эльдара Рязанова, Миккову специально налепили такие усики и очки в грубой оправе, чтобы в начале фильма он производил даже слегка утрированное впечатление канцелярской крысы и без инициативного недотёпа. Сделать это было довольно непросто, так как за два года до этого актёр прославился на всю страну в роли лиричного романтика Жени Лукашина из «Иронии судьбы». Но режиссёр старался как можно дальше увести образ его нынешнего персонажа от предыдущего. Жени Лукашина обожала вся страна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова